нашего сегодняшнего заседания Координационного совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации ЮКОВ. Как известно, Совет по координации бюджета и налоговой политики в рамках Ассоциации существует практически с момента начала работы самой Ассоциации. Это инструмент работы всех органов исполнительной власти, находящихся в входящих компетенциях Ассоциации. Необходимо отметить, что в целом правомерность в создании Ассоциации и ее эффективность давным-давно подтверждена собственными результатами работы администрации, правительств наших регионов и, самое главное, положительно и эффективно оценивается населением наших регионов. В данной ситуации хотел бы отметить особую роль координации Координационного совета. Сегодня в целом бюджетным отношениям, налоговой политике уделяется самое серьезное внимание на всех. Я, кто свидетельствует тому, это, конечно же, указ главы государства, президента Российской Федерации в начале текущего года об экономическом развитии регионов и основы государственной политики регионального развития на период до 2025 года. Указ включает в себя много аспектов экономического развития, в том числе ряд вопросов, которые касаются непосредственно межбюджетным отношением становления налоговой системы в стране, в регионах Российской Федерации. Основа успешного развития региона – это его успешная бюджетная политика, грамотное распределение денежных средств, поддержание всех сфер жизнедеятельности регионов на должном уровне, и их развитие. Мне не приходится в этой аудитории говорить о важности этих объектов в моментах. Однако хочу сказать, что существующая система распределения и пересмедрения доходов между бюджетами страны и субъектов Российской Федерации по-прежнему требует серьезной доработки. Что, собственно, происходит в текущем году, и, я убежден, будет продолжена в будущем. Как известно, на сегодняшний момент существует ряд важных определяющих моментов для координации работы между бюджетами федерального правительства и бюджетами региональными. Как основные, я отмечу, это и, конечно, замена коммерческих кредитов на бюджетные, это и предоставление дотаций на выравнивание между бюджетных отношений. При этом хотел бы отметить, что только в текущем году правительство Российской Федерации дополнительно направлено снижение 100 миллиардов рублей на объем финансирования и дотаций на выравнивание бюджетов Российской Федерации. Это же, безусловно, все эти моменты являются, безусловно, важными и необходимыми для развития регионов. Но есть ряд инноваций или, если хотите, конкретных изменений, которые уже происходят в текущем 2017 году и будут происходить в дальнейшем. Это, конечно же, ужесточение финансовой ответственности регионов при подписании соглашений. Это, конечно же, впервые в истории то, что, ну, финансовой истории, будем так говорить, что было предпринято в текущем году, доведение бюджета с дотаций до 1 февраля текущего года и до 1 марта практически со всеми субъектами, 100% были заключены соответствующие соглашения, которые мы с вами имеем на руках. Это не значит то, что и вчера речь не шла в ответственности региональной за выполнение тех или иных своих бюджетных обязательств. Но некоторые моменты, как я уже упомянул, они более-менее конкретизированы в нынешнем соглашении. Это, конечно же, в первую очередь создание новых рабочих мест. Это, конечно же, повышение инвестиционной привлекательности района. И, безусловно, что самое важное для нас всех, это наращивание собственной кахотной базы. Есть ряд других аспектов, на которых я не хотел бы останавливаться. Я полагаю, что в процессе нашего сегодняшнего обсуждения мы более детально выслушаем информацию по этому поводу и обменяем все свои опыты. Хотел бы в дополнение отметить только еще одну единственную деталь. Это, конечно же, то, о чем я упомянул в большей финансовой ответственности регионально. При невыполнении тех или иных обязательств с будущего 2018 года сокращение бюджетных дотаций будет доведено до 5%. В текущем году изменились и подходы при заключении таких соглашений между Министерством финансов и финансовыми органами республик и областей краев. Как я уже упомянул, они достаточно серьезны. Сегодня результаты инвентаризации расходных полномочий органов государственной власти, субъектов России, уже дают свои результаты. С текущего года и далее на системной основе будет определен предельный уровень софинансирования для субъектов Российской Федерации. Это тоже одна из новых мер, которые намечены правительством Российской Федерации. И, конечно же, она в первую очередь служит для блага нас, то есть самих регионов. У нас с вами получаются новые возможности для того, чтобы планировать свои бюджетные обязательства. В том числе мы с вами имеем возможности совершенно иного характера для осуществления вовремя и в срок соответствующих конкурсных процедур и так далее и так подобное. И, конечно же, самое важное, по результатам текущего финансового года и на будущее, повторю еще раз уже на системной основе, будет определен единый подход при определении доли участия как центра, так и субъекта, исходя из уровня бюджетной обеспеченности. Уважаемые коллеги, все то, что мы сегодня с вами будем обсуждать, и я надеюсь, наша дискуссия будет полезна для нас всех, конечно же, в первую очередь направлена на то, чтобы благосостояние населения в нашем субъектах Российской Федерации повышалось изо дня в день. Я хочу отметить, что несмотря на сложные условия нынешнего экономического положения, как в стране целом, так и в регионах отдельности, особенно учитывая, ну, скажем так, уровень экономик наших регионов, тем не менее, в целом по стране, и об этом было отвечено на недавно состоявшемся заседании Государственного Совета под председательством президента страны, в целом по стране основные финансовые параметры тех поручений, которые лежат в указах главы государства, исполняются на должном уровне. При этом я применительно к регионам, входящим в ассоциацию, хотел бы отметить неположительные моменты в этом смысле и у нас. По имеющейся у меня информации, которую вы, безусловно, знаете сами, те дорожные карты, показатели, которые были определены для нас, и мы с вами об этом говорили неоднократно у себя, в каждом региональных правительствах, администрациях, те дорожные карты, которые были приняты для выполнения морских указов, в целом выполняются. А значит, главная задача, которая была определена президентом по решению благосостояния граждан Российской Федерации, на сегодняшний день находится на эффективном должном исполнении. Однако же есть моменты и есть проблемные моменты, на которых необходимо было бы заострить наше сегодняшнее внимание и исправить ситуацию круче. Я полагаю, что, еще раз повторюсь, результаты будут взаимовыгодными, благотворными в нашей сегодняшней встрече, в нашем сегодняшнем заседании. И в дальнейшем для рабочего характера нашей сегодняшней беседы, совещания, я передаю слово совету главы администрации Краснодарского края, председателю Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации ЮГ, Геронко Иван Александрович. Пожалуйста. Уважаемый Иван Александрович, потому что мы, к сожалению, вынуждены вас оставить, поэтому перед тем, как я уйду, хотел бы, конечно же, в первую очередь, поблагодарить гостей, принявших участие в сегодняшнем заседании Совета. Вопросы нами обсуждали, мы, как вы сегодня понимаете, уже по темам и цифрам прозвучавшим. Они имеют характер не только регионального значения, но в первую очередь, конечно же, федерального значения. И, собственно, озабоченности, которые здесь высказывались, ну, они носят общий характер. Мне бы хотелось немножко сглапить, вот здесь позицию высказанного, вполне объективно и обоснованно. Минфин и правительство Российской Федерации в такой же самой мере и в такой же самой озабоченности работают над всеми теми вопросами, которые мы сегодня обсуждаем. То есть наше с вами бюджетное обеспечение для того, чтобы мы могли выполнять в полной мере все свои социальные обязательства и, конечно же, прилагать все свои усилия для развития реального сектора экономики. Это общая наша с вами задача. Как мы ее с вами видим, как мы ее с вами понимаем и как мы ее реализуем, это тоже наша общая с вами задача. Но подходы, конечно же, у нас могут быть и вполне обоснованы. Они разные. Но то, что есть моменты и есть положительные моменты тогда, когда те или иные инициативы, выходящие на разных площадках, находят свое решение и правительство Российской Федерации принимает те или иные решения в пользу того, чтобы у нас с вами были возможности избежать, конечно же, дефицитов наших. То, о чем говорил Иван Александрович, о том количестве региональных субъектовых бюджетов, которые сегодня находятся в критической или предкритической ситуации. Конечно же, это большая государственная занозность, которая присутствует и, к сожалению, сегодня в некоторых регионах, в том числе в регионах, присутствующих здесь, нарастает. Это объективные причины. Но и нельзя отрицать моменты, как я уже упомянул, хочу вернуться. Некоторые наши инициативы находят понимание. Вот в преддверии съезда партии я, как член бюро, на бюро высшего совета партии предлагал перераспределение акцизов по примеру нефтепродуктов на алкогольную продукцию. Вы помните, это произошло с текущего 2018 года, и наши с вами бюджеты. Мы сегодня уже реально имеем эти позитивные результаты. То, о чем сегодня тоже говорил и Александр Владимирович, это налоговая политика в отношении КГН. Я тогда же говорил, сегодня повторюсь, и хотел бы присоединить это предложение к инициативе прозвучавшей. Имеется в виду НДФЛ под другим углом зрения, но НДФЛ и в части, касающейся не только компаний, в видящей группу КГН, но и всех федеральных, региональных АИВ, ну, региональных, понятно, федеральных АИВ в том числе. Здесь должен быть, мне кажется, дифференцированный подход. Если бы это леди сочтете возможным обсудить этот вопрос и принять его как инициативу нашу дополнительную, я считаю, это тоже послужило бы для нас еще одним подспорьем в решении всех наших финансовых проблем. В завершении я убежден, что те инициативы и те предложения, которые сегодня мы с вами выработали, они в самое ближайшее время поступают и в правительство Российской Федерации, и, конечно же, законодателям нашим. И наши решения в конечном итоге послужат на благо граждан Российской Федерации, жителям наших с вами переделок. Благодарю вас за работу и надеюсь, что у нас будут очень хорошие результаты. И в очередной раз хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали и ждем вас еще раз, еще раз в гости. Спасибо. 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 Спасибо.